Угол от дымохода, который располагается в углу опады, доставляет не больше 8-9 метров. Новый инвентарь, новые правила работы. Все кровельщики прошли спецобучение. Кровельщик со стажем Юрий Тюрин проверяет страховочный пояс. С ним он будет работать на высоте. Когда очищаем снег, когда очищаем лед, когда мы все там, все что делаем на кровлю, мы все там очищаем, чистим, сбрасываем. Когда все это подтянется, затянется, закроется, застегнется, будет очень хорошо выглядеть. Содержать в порядке железнодорожный район будут пять управляющих компаний. Мы летом начали уже подготовку, прошли техосмотр. Эта техника только для железнодорожного района. Их тут 6 единиц этой техники, она закреплена, 6 домоправлений. Дворников у нас по штату здесь в наличии было 110 человек. Готовность управляющих компаний к зиме в части содержания дворовых территорий и очистки кровель проверяют специалисты из администрации железнодорожного района и департамента городского хозяйства. Вывод – к зиме готовы, снегопады и обледенения не страшны. Проверили управляющие компании не только наличие инвентаря у дворников, как вы сами себе наблюдаете, но и инвентарь, в котором используются кровельщики для предотвращения падения кровли при очистке скатных крыш в период образования наледи или снегопадов. Приводить в порядок дворы и кровли, очищать их зимой от снега и наледи, в железнодорожном районе будут почти 300 дворников и 15 спецмашин. Если техники какой-то в наличии у управляющей компании нет, то у управляющей компании имеются договора на обслуживание с какими-то сторонними организациями, которые обязуются в случае необходимости такую технику снегоуборочную предоставить. Такая же практика используется в работе с дворниками и кровельщиками. При необходимости на очистку города вызываются дополнительные силы. Такие смотры организуют во всех районах Самары. Они проходят не первый год. При подготовке к работе в зимний период коммунальщики учитывают прошлогодний опыт, чтобы во время наступающей зимы быть готовыми к любым капризам погоды. По городу сформированы 286 бригад для своевременной очистки кровель. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.